Приветствую, с вами Android Android. Сегодня я хотел рассказать об обновлении очень крутого симулятора Drifter, который называется Russian Rider Drift. Дело в том, что разработчик добавил очень много таких крутых плюшек, которые стоят отдельного обзора. А для тех, кто не видел мой первый обзор, я оставлю обязательно ссылочку на видео и расскажу быстренько, что эта игра представляет. В данной игре мы сможем выбирать большое количество различных автомобилей российского и советского автопрома, покупать их за игровые деньги, которые будем зарабатывать, сможем их тюнинговать, менять диски, охлаждение, глушители и многое другое, и также менять их цвет. После этого выбираем машину и гоняем на различных трассах, которые здесь присутствуют. А теперь давайте перейдем именно к таким обновлениям, что нового вообще появилось в данной игре. Появился новый такой режим достижения, то есть если мы выполняем различные задания, то получаем или звездочки, это плюс к нашему рейтингу, к общему, или дополнительные денежки, которые мы сможем с вами использовать. Давайте, давайте я выбрал уже автомобиль, на котором сейчас поеду. Нажимаем на старт. Что же еще тут новое появилось? Ну, мне кажется, это самая крутая вещь. Это появился режим против соперников, то есть мы играем против ботов и пытаемся их перегнать, там, выиграть у них. Можем выбрать уровень сложности просто или сложно. Окей. И также появилась новая трасса, которая называется Трасса в пустыне. Вот мы с вами ее и выберем, и погоняем на ней, и зато посмотрим, как ведут себя боты. Ну что, погнали. Вот, гоняем и пытаемся победить. Нам, как вы видите, показан флажок. Это сколько нам надо доехать до определенной точки. Против нас Запорожец и Волга. Вот так можем врезаться. Очень крутая, интересная игра. Прямо мне она нравится. Думаю, вам тоже все-таки наши отечественные российские автомобили, это очень круто. А тем более можно их улучшать и дрифтовать. Ну что, может быть лучше? Мне кажется, нет аналогов в PlayGoogle именно такого симулятора дрифта, на который мы с вами сможем гонять. Вот так происходят сами гонки. Давайте еще попробуем одиночный режим. Давайте, давайте нажмем на старт. Выберем одиночные режимы. И давайте выберем свободный дрифт, какую-нибудь трассу, допустим, дрифт-трек. И погоняем. Но сейчас я буду гонять один, а соперников не будет. Но тоже очень прикольно можем гонять и наслаждаться самой игрой. Поэтому всем без исключения советую сыграть в этот крутой симулятор дрифта и насладиться этим дрифтом, в конце концов. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем пока!